Привет! Я решил попробовать сделать интерактивный бит, то есть бит, полностью основанный на вашем выборе. А решать будет кто? Правильно, те, кто подписан на мой инстаграм. Буквально 10 минут назад, в моем времени 10 минут назад, я предложил выбрать основной инструмент, гитару или колокольчики, и темп, быстрый или медленный. И на данный момент победили колокольчики. Вот эти колокольчики с быстрым темпом, то есть темп в районе 160 ударов в минуту. А меня по-прежнему зовут Стас Гарт Прот, и приступаем к мелодии. Поставим темп, и сразу я в хелперах выставлю скейл хайлайт на F-sharp. Наверное, этот скейл кажется мне самым родным, и сейчас я напишу две мелодии, сниму их в сториз, чтобы подписчики в инсте выбрали, какую мы оставим, а писать ее мы будем вместе с вами. Я вот что-нибудь такое хочу сначала, простое. Нет. Нет. О, да. Да, это оно. И тут. Да-да-да, вот оно. Так, мы ее оставлять не будем, сейчас еще допишем к ней нижнюю мелодию, которая будет то он трон, то он трон, что-нибудь такое, типа просто аккомпанементик снизу. Наверное, даже вот так. И вот так. Да, вот оно. То есть мы используем нотки, которые входят в главный аккорд F-sharp. Это C-sharp, это A, и это F-sharp сам. Я наугад примерно строю такое простенькое арпеджио, основанное на этом аккорде. Я на канале это проделал тысячу раз, надеюсь, вам уже не нужно про него пояснять. Да, вот оно, это то, что нужно. То есть так же, как в прошлом видео, мы нижние самые нотки просто перенесли сначала на D, потом на C-sharp, ориентируясь, опять же, по скейл-хайлайтам. Это основа для первой мелодии, сейчас я напишу вторую, и между этими двумя мы будем выбирать в инсте. И если вы хотите поучаствовать в подобных интерактивах в будущем, если они, конечно, будут, то можете подписаться на мою инсту, ссылка на нее в описании. Я ставил тот же самый лад F-sharp, и эта мелодия будет так же завязана полностью на арпеджио. Это наш главный аккорд по-прежнему. То есть здесь будет тон-тон-тон-тон. Так оставлять, конечно, нельзя. Экспресс-мелодии. И здесь мы тоже продублируем, но два раза подряд два одинаковых такта будет не круто, поэтому давайте что-нибудь сделаем вот с этой частью. Здесь я просто экспериментирую, пробуя вот эти внутренние нотки, как-то перемещать по скейл-хайлайтам. А если вот так? Да. Поскольку у нас чисто аккордовое такое арпеджио, можно прописать какую-то верхнюю мелодию, потому что вот здесь вот это верхняя мелодия, а здесь ее нет. Да, и здесь, поскольку у нас здесь корневая нота С, давайте здесь поставим тоже С. Итого, на выбор есть две мелодии, обе на колокольчиках, потому что в прошлой сторис вы выбрали колокольчики, предлагаю вам их по очереди послушать и выбрать одну из них. Вот победила мелодия номер два, так что первую мы пока оставляем. Во второй я предлагаю сделать Alt-S, стромануть, то есть чуть-чуть капельку буквально. Можно ее подпортить следующим способом. С шифтом поднимем на раз-два-три-четыре полутона поднимем и его за-ресэмплим. Выделяем Ctrl-Alt-C, Enter. И здесь уже на 400 центов минус. За-ресэмплим еще разок. Правой кнопкой мышки Open and Slice X Channel, то есть... Ой, не Slice X, Slice X, что я делаю? Идем по сценарию прошлого видео. Только так, вот так, вот так. Послушаем, что получается. Нужно увеличить продолжительность вот этой ручкой. 110% вполне хватит. Сбросим ее на второй канал микшера и начнем просто измываться над ней, как только можем. RC-20 в первую очередь. Чуть не забыл, нужно же увеличить ей громкость. Flux я ставлю на максимум, чтобы мелодия была менее стабильной. То есть Flux здесь, это, ну, типа рандомизация, если по-простому. Теперь Half Time. Одну четверть и на микс на 30%. Че-то какая-то жесть. Давайте Pro Q-шку накинем. Типа вот так. И вот этот диапазон. Нужно было обязательно сделать эту эквализацию до Half Time, чтобы в Half Time уже плюс-минус чистый звук попадал, и чтобы не было такого, что все резонансные частоты, которые есть в самой мелодии, чтобы они еще усиливались Half Time. А после Half Time мы можем повесить, например, фаб-фильтр Saturn, чтобы добавить вверх, а потому что мелодия довольно глуховатая. Tube Clean Tube. Лучше чуть меньше сатурации, чем чуть больше сатурации. Теперь просто необходимо поставить еще один Pro Q, чтобы прибрать и низ, и вверх, потому что низа появилась до хрена из-за Half Time. Теперь нам просто необходимо что-нибудь к ней сверху дописать. Для этого я возьму Контакт. И в нем возьму библиотеку с флейтой. Я вам ее, настоятельно, рекомендую, потому что библиотека хорошая. Мелодия будет звучать как-то... Вот так. Да. И фаршлаг. Так. Вот оно, не хватало вот этой нотки здесь. Вот здесь у нас, как бы, корневая нотка уже D, и поэтому можем сюда поставить тоже D. Да, ты-ту. Все-таки здесь A оставлю. Добавим в библиотеку Excel. Это библиотека с голосовыми сэмплами. В нем зайдем в раздел One Shot и, наверное, Airy. И здесь я хочу выбрать что-нибудь на начало... Вот типа такого, чтобы звук играл в начале. Ага, я еще не в том паттерне это писал, оказывается. На флейту повесим плагин Pancake. Это стерео штука. То есть от Fast to Slow. Он добавит немножко ощущение тремоло. Еще повесим Age Delay Stereo. Аналог в ноль. Здесь поставим 1.4, наверное. И Drive-Ed как-нибудь типа 31. И убавим немножко низкие частоты в хвосте. У-у-у, щит. Это то, что нужно. И Revert нужен. Попробуй Bright Hall. Мне это нравится так. Пресет. И, естественно, снова Saturn. Здесь Saturn нужен, опять же, чтобы греть вверх. Недостаточно яркости в этой флейте. И с помощью сатуратора, именно сатурации высоких частот, мы можем чуть-чуть этой яркости добавить. А вот здесь будет интереснее. Сюда как раз я хочу накинуть декапитатор. Чтобы сделать... А-а-а! Я не могу голосом изобразить, как это будет. Но будет прикольно. Включаем Punish. Нужно обязательно убавить этот звук, потому что сейчас он станет дико громким. Нам нужно сюда накинуть тоже Delay. Настройки примерно такие же, как и для флейты. И обязательно эквалайзер, потому что очень много всяких дурацких штук повылезало из-за декапитатора и такого перегруза. Видите, звук просто идеально ровный. И нам нужно сейчас будет это аккуратненько все вычищать, то, что нам не нужно. Потому что это звук, по сути, FX, который нужен только в начале. Не нужно, чтобы он занимал слишком много места. Много перегруза. Еще чуть поменьше. И оставляем как-то так. И теперь нам нужно поднять флейту на октаву выше, потому что тут она хуже звучит. Вот. Слушайте, а если попробовать сделать флейту иначе? Вот так вот. У-у-у, так лучше. Да-да-да, смотрите, то есть в чем прикол? После того, как я опустил эти нотки, нотки из основной мелодии являются как бы квинтами к ним. И поэтому звучит прикольно. Вот. Мне так больше нравится. Окей, теперь нужно добавить в виток. И предлагаю вам теперь выбрать варианты звучания баса. Один такой спокойный, протяжный, а второй бас такой резкий, дерзкий. Большинством был выбран короткий бас. Добавляем остальные ударные звуки. Еще нужно добавить вот этот басец. И давайте сразу все раскидаем по разным паттернам, потому что я хочу как минимум вот этот голос заресэмплить. Подобную штуку я хочу проделать с флейтой. Тоже ее ресэмплим. Но только ее мы ресэмплим для другого. Чтобы ее дублировать, сделать тут Make Unique. Кстати, если у вас не работает Make Unique, значит у вас демо-версия FLK. И сделать второй паттерн флейты. Кик, я думаю, прописать просто по басу. Но только вот в этом месте не буду добавлять кик, потому что я сделал сдвоенный удар по басу. Вот такой паттер хэдов нормальный. Да, вот такой вот биток. Давайте пропишем пэт бас. Для него обязательно нужно прописать envelope. Теперь все эти сэмплы разбросаем по микшеру. И теперь я очень быстро и легко обработаю наши ударные, и потом расскажу вам, что я именно проделал. Если вам этот биток уже нравится, то можете смело поставить лайк этому ролику. И как только это видео наберет 3000 лайков, я вот этот проект выложу у себя в инсте. Ссылка на инсту в описании. Та мелодия, что вы отбраковали на стадии выбора, не так уж и плоха. Я ее доделал. Теперь вы можете ее скачать и использовать как луп. Если используете, отметьте меня обязательно. Итак, из мелодии я просто собрал новые зарендеренные звуки на групповой канал. На него на KILONJ 37 и центр стерео. Вот такие настройки. Все как обычно. С ударными все примерно так же. На 808 бас стандартные настройки и майджора. И вот такие настройки эквалайзера. На пэт басе тоже все очень жестко вырезано в середине. Но он будет играть у нас только в начале. На клэпе подогрев верха сатурном. И теперь на групповой канал снэров. Я думаю, что мне нужно накинуть еще озон и майджор. Потому что я забыл это сделать. Да, потом на групповом канале перков. То есть это все кроме снэров. И хэта. Вот такое расширение. На канале с хэтами. Вот такое расширение. Ну вы поняли, да. На общем канале ударных J37 с моим любимым пресетом. Центр стерео со стандартными для меня настройками. И вот такая вот эквализация. Потом еще на мастере озон. Но о нем чуть попозже. Давайте сначала сделаем структурку. Я здесь добавил два паттерна одинаковых. На одном из них жмем make unique. Заходим в него. Вы наверное уже поняли, что я хочу просто продублировать этот звук. И опустить на октаву вниз. Ctrl X, Ctrl V. Чтобы получить... Окей, здесь пойдет бит. Теперь идем в паттерн с нашими ударными. Split by channel. Вот в качестве FX на вступление я решил использовать вот этот же самый голос. Только развернуто и получилось. На зоне все примерно как обычно. Максимайзер и крутил сам. В винтаже Q вот тут просто 1 кГц, минус 1,8 дБ. Все остальные пресеты подписаны у вас на экране. И тут особо не на чем задерживаться. Вот такой вот интерактивчик. Вообще, если у вас есть какие-то предложения, если вы знаете, как это все улучшить или что-то изменить здесь, то можете смело написать в комментариях и поставить лайк этому ролику, если понравилось, опять же. Или если вы взяли что-то отсюда интересное или полезное. Если было неинтересно, бесполезно, вообще какая-то ерунда. Но что поделать, ставьте дизлайк. Ну и снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Этот видеокурс стоит 3290 рублей. Чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Можете написать вконтакте или вынести в директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Ну и самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео или нажмите на название канала. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok